Танки «Пантера» появились на фронте в мае 1943 года и сразу же показали себя с лучшей стороны. Совершенная броня и мощная пушка делала их грозным противником. Это были едва ли не самые совершенные танки того времени в чисто техническом отношении. «Пантеры» были ответом на советский танк Т-34, который оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. Несомненно, что рано или поздно противник попытался бы воспроизвести успех советского танка. Впервые в истории немецкого бронестроения танк «Пантера» приобрел наклонную броню, впервые введенную еще американским инженером Кристи, а до совершенства доведенную советскими инженерами Кошкиным и Морозовым. К тому же гусеницы «Пантера» расширились едва ли не до размера Т-34, так что проходимость нового танка стала вполне пристойной. Его же пушка сохранила привычный немецким танкистам калибр в 75 мм, но удлинилась до 70-х калибров и по броне пробиваемости значительно превысила пушку Т-34 калибром 76,2 мм. Но даже 85-мм пушка, появившаяся на новой модификации Т-34 к концу 1943 года, пробивала не больше «Пантеровской». Дополнительно новый танк сделали намного просторнее и комфортнее, чем старые «Панцеры-4», так что в боевом отделении работа танкистов заметно упростилась. Но, увы, от технического превосходства до экономического краха всего один шаг. За все надо либо платить, либо расплачиваться. Большой корпус «Пантер» дался Германии, конечно же, недаром. Первые модификации весили около 20 тонн, опытные образцы зашкалили уже за 36,5 тонны, ну а практически все серийные версии перевалили далеко за 40. Последняя модификация добралась почти до 45 тонн. Для сравнения, танк Т-34 начался с 26 тонн и дошел до 32, а Иосиф Сталин второй серийной модели весил 46 тонн, то есть чуть больше «Пантеры». Между тем по немецкой, основанной на калибре пушек классификации, «Пантера» относится к средним танкам, а ИС-2 со 122-мм пушкой, рассчитанной на сокрушение бетонных долговременных огневых точек, тяжелым. Не зря немцы уже к концу 1943-го перешли на классификацию по весу и признали «Пантеру» тяжелым танком. «Пантера» получилась увесистой не только по сравнению с советскими танками, но и по сравнению со своим предшественником средним танком «Панцер-4», который она и должна была заменить. Вес нового танка был вдвое тяжелее предшественника, а значит и сырья на него уходило вдвое больше. К тому же во второй половине войны, по мере отступления, Третья империя располагала с каждым днем все меньшими сырьевыми ресурсами. Особенно остро Германия ощущала нехватку лигирующих компонентов для брони. Из трех основных составляющих на территории Третьего Рейха добывали только никель. При этом его добыча составляла всего 12% от общей потребности. Основную же часть никеля везли из оккупированной Норвегии. Хуже обстояло дело с более востребованными при производстве хромом и молибденом, которые в Германии вообще не добывались. Их приходилось закупать у нейтральных стран. Поэтому из-за нехватки лигирующих компонентов броня «Пантера» утратила вязкость и легко раскалывалась. На броню же четвертых «Панцеров» присадок бы хватило. Плюс ко всему возрос расход горючего нового танка. Между тем империя почти не располагала доступом к нефтяным ресурсам. Вся наземная техника двигалась на бензине, синтезированном из угля. Он в несколько раз дороже природного. Поэтому Германия, хотя и обеспечивала свои потребности, но сил и средств на это уходило куда больше, чем у стран антигитлеровской коалиции. С появлением «Пантер» расходы в топливном секторе экономики заметно возросли. Самое интересное в этом аспекте то, что по трудозатратам и в производстве, и в эксплуатации один танк «Пантера» был практически равноценен двум танкам «Панцер-4». При этом боевые возможности двух четверок заметно превосходили одну «Пантеру». Переход на новый, несомненно, куда более совершенный основной танк не повысил, а заметно сократил потенциал германских бронетанковых войск. Между тем, потенциал совершенствования «Панцера-4» был еще далек от исчерпания. Например, созданная для «Пантеры» пушка монтировалась в просторной башне четверки без проблем. Бронезащиту танка довели до вполне пристойного уровня. 85-мм снаряд Т-34 пробивал ее, но далеко не с любой дистанции. А простейшие меры, вроде навески на лобовую броню запасных траков, обеспечивали защищенность, сопоставимую даже с «Пантерой». Так что «Панцер-4» продолжали выпускать до конца войны. Вариант же «Четверки» равноценной «Пантере» по вооружению лобовой броне весил бы всего лишь около 30 тонн. И трудоемкость в производстве этого танка возросла бы не в два раза, а примерно на пятую долю. Но по сравнению с «Пантерой» это все еще необычайно легко и дешево. По мнению многих военных специалистов, переход к «Пантерам» был стратегической ошибкой. Германская военная мысль всегда тяготела к сверхоружию, способному одним ударом решить исход всего сражения, а то и войны целиком. Немецким генералам, как в принципе и военным всего мира, глубоко чужды мысли о трудоемкости, цене, ресурсах и прочих экономических категориях. Когда все эти особенности мышления сошлись в одной точке, то и получился танк «Пантера». Он был едва ли не совершеннейший по тому времени в чисто техническом отношении, но экономически провальный настолько, что фактически разоружил собственную армию. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и да пребудет с вами сила! Субтитры создавал DimaTorzok